20 марта жители северного полушария планеты смогут наблюдать солнечное затмение. В чем его уникальность? Откуда в России затмение будет видно лучше всего? И могут ли такие явления оказывать влияние на погоду? Подробности в нашем репортаже. Кто-то мечтает увидеть затмение, а кто-то показать его всему миру, так как никто не показывал. 20 марта испанская компания Zero to Infinity собирается запустить в стратосферу аэростат для записи первого в истории видеозатмения с обзором 360 градусов. Десяток GoPro камер помогут создать ощущение, будто вы наблюдаете затмение с борта МКС. А вот московский планетарий обещает захватывающее зрелище с Земли. Посетителям позволят взглянуть в каждый телескоп, в том числе самый большой, с 800-кратным увеличением. Шоу стартует рано утром в пятницу, когда тень от Луны накроет сперва север Африки, затем одна за другой в сумраке станут тонуть европейские столицы. В России затмение увидят только на русской равнине и на Урале. Лучше всего наблюдать его будет из Мурманска. Здесь максимальная фаза затмения составит 0,87, то есть Луна заслонит 87% солнечного диска. Над Москвой Солнце окажется скрытым чуть больше, чем наполовину. В столице затмение начнется сразу после полудня и будет продолжаться 2 часа 14 минут. Редкое космическое явление соберет, судя по всему, немало зрителей. В этой связи специалисты напоминают. Смотреть затмение без специальных очков даже через объектив фотокамеры без адаптированного светофильтра опасно для глаз. У астономов есть такая шутка, что в телескоп на Солнце можно посмотреть два раза. Это правым глазом и левым глазом. С лупой все в детстве играли, поджигали листочек бумаги. То же самое мы получим, когда будем смотреть телескоп на Солнце без специального фильтра. Естественно, мы повредим себе зрение. Этого делать ни в коем случае нельзя. Однако на этом коварство затмений не заканчивается. Британские энергетики уже готовятся к перебоям в электроснабжении. По всему Соединенному Королевству установлено 650 тысяч солнечных панелей. За 30 минут темноты объема производимой ими электроэнергии упадут более чем в два раза. Затмения также могут вызывать катастрофы. Дело в том, что когда Солнце и Луна встают в ряд, их гравитационные силы складываются. Доказано, в такие моменты даже земная кора способна приподниматься на полметра. В результате горючие газы, заключенные в толще горных пород, например, метан, водород, начинают просачиваться к поверхности, заполняя все пустоты. Это дополнительный фактор риска для шахтеров. Солнечное затмение всегда бывает в новолуниях. Выяснилось, что шахты, угольные шахты Нонбасса, в 15 раз чаще взрываются в полнолуние и новолуние. Поэтому не надо лазить в эти дни в шахтах и объявить их шахтерскими выходными. Есть даже гипотеза, что затмения оказывают влияние на погоду. Якобы при движении по земле лунной тени возникают столбы холодного воздуха, вокруг которых формируются слабые кратковременные циклоны. Но серьезные ученые относятся к этой теории скептически. Ведь масштабы циклонов в разы больше размеров пятна от Луны. Для того, чтобы образовался вихрь синаптического масштаба, циклон или антициклон, нужно, во-первых, чтобы размеры пятна были адекватны этим вихарям. Это должны быть в диаметре сотни километров. А во-вторых, само образование должно существовать многие часы, по крайней мере. А затмение длится не больше часа. Тем не менее, погода свое слово скажет. За плотными облаками солнца бывает не видно. И вот прогноз на 20 марта. Пока что лучшие шансы наблюдать затмение у жителей центрального региона и Верхневолжья. А вот петербуржцы и мурманчане могут зрелища лишиться. В следующую пятницу тучи, вероятно, затянут небо и над Южным Уралом. Но это, повторимся, только прогноз. Продолжение следует...